дом Виктора, видите, да, помните, там собачки были, были добрые, козла, которого нет уже, по старым роликам можете увидеть, блин, не знаю я, что ли, с днем зайдем на территорию, покусываем, друзья, я абсортер, даже не ладно, что она, собаки меня уже не помнят, наверное, забыли, вот, и как-то мне это, рисковать своим здоровьем не особо хочется тоже, а, Виктора нет, а, блин, они цифруются, я, кстати, курю, блядь на камеру, бухаю пиво на детскую площадку, блин, тут нет детей, поэтому и дождик, поэтому, я думаю, нет, простите, короче, купили вот такие, вот, Вован сидит, Вован, помахай рукой, ручки, поверни ты и в пояс свой, поверни, блин, ну, людям, ну, скажи, привет, ну, люди тебя смотрят, какие-то, может, два человека, может, один, может, пол, полчеловека тебя смотрит, Вован. Желаю всем здравствует, вот, видите, человек в настроении, весь мокрый, так, лепешка, какая твоя, какая моя, выберем, вот, мы взяли лепешки, такие горячие, они еще, друзья, они еще горячие, какие лепешки, выбирай лепешки, 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 паштет мы взяли, короче, что такое, друзья, паштет из ЖЭКи, шучу, без мячника, поспать, не делал, не, сделали недавно, в общаге, телефон украли, разбили мне его, и сделали, пошли, я вам сейчас чуть попозже расскажу, как это все произошло, мне, короче, губу реально покосывали, видите, я Иван, тригуба, опухшая, короче, один, один мудила, короче, украл мой телефон, долгая история, сейчас я в себя приду, я запыхался, вот, а пока для вас я включу стрим, блин, какая нужная штука, пойду, я посмотрю в помойке, чтобы поставить телефон, облокотить, друзья, неудобно в руках держать, хочется и покушать, и попить, полезу в помойку, а помойки, видите, кроме мусора, ничего нет, фу, но я не изблезгливый, друзья, как бы, поэтому, так вот, я думаю, стрим интересный получится, сегодня, без зубого ЖЭКи, измученного Вавана, ну, как еще, как еще нас с тобой можно обозвать, друг, сейчас, друзья, я разуюсь, так, можешь это, вот так, подержать, А, Ваван кушает, ладно, не буду, это, 50-50, я хотел переобуться, ладно, потом, паштет бери, паштет, все, на, паштет, не то будешь и без булки хавать, у меня, видите, один зуб, я сейчас зубом прям его, своим этим, клыком проткну, надеюсь, без него не останусь, Друзья, пивко, паштет, красная цена, за 14 рублей, булка за 30 рублей, ну, это, как она называется, лепеха, лепеха, вот такая, друзья, можно кайфовать, короче, мы на все, про все, пивко, 200 рублей спустили, И можно так кайфовать, подожникам, у меня, друзья, Апанас, кстати, тебе привет, видите, втирал, что ты меня втирал, что, короче, нереально кайфовать там на копейки, да можно кайфовать и на копейки, если у тебя компания хорошая, достойная, вернее, можно, друзья, и на копейки кайфовать. Друзья, все, кто меня смотрит, друзья, можете сдонатить нам еще на одну булку и паштет, но можете не сдонатить. Паван, сделай яйцо попроще. Друзья, это вкуснятина. Ко мне же сядут. Паван. Главное, чтобы не было полиции, а то у нас заберут за распитие на детской площадке. Никого здесь не, друзья, вообще. Не душит. Пошли. Слушай, ну, лепехи горячие, да? Вкусные. Вот, друзья, я вот, вся, пролетит самолет. Вся, друзья, сейчас. Друзья, короче, вот, бывает, да, вот лепехи, ну, не очень вкусные. Ну, я брал, короче. Сейчас, наверное, я смотрю на вас, не в сторону. Еще не, знаете, особо так, блин, дождик так пошел. Короче, друзья, бывают лепехи, не вкусные, даже горячие. Это офигенно, надо здесь прибрать. Пардон. Корми, будь здоровым. Пошел к козырек подъезда. Почему? Потому что дождь. Здесь нормально, давай посидим, я не хочу там сидеть, как бомжар на спингов. Вован, давай здесь посидим, он сейчас перестанет, он маленький дождик. Вован. Ну, блин, ну достал на натуре. Вот, дай. Ну, куда ты, а мне как тащите, а? Вован, Вован, Вован. Друзья, это не жизнь, а мечта. Баланс рулил. Днежиня, сказка, друзья. Подожди, кем хавать булку. О, ливень, аа, ливень сильный. О, Вован был прав, друзья. Сейчас. Бой зак, застанет. Фильм, как у меня зак. И к Вован, друзья, к Вован. Бегом, бегом к Вован. Бой, не пизданутся. Здесь. Ну, куда он пропал-то? А, вон он стоит. Хомячик, короче, друзья. Хороший, мы здесь заныкнуть. Я думаю, у меня в этот раз, друзья, со звуком все нормально. Ничего не зависает. Я думал, мусора из такси. Какие-то такие. Я думал, друзья, мусора. Ой, бля, осторожно, осторожно, осторожно. Занесло нас, друзья. У нас денег нет, короче, да? Нафига себе, видите, как Вован у нас склонился. Короче, друзья, нас стоило 200 рублей. У нас даже не сейчас нахосил. Вован не спал 4 дня, а я 2 дня не спал. И, короче, это, нам даже, ну, поспать негде. Мы думали, мы надо где-нибудь у озера поспать, на поляне. Я даже знаю, где можно было это сделать. Но, видите, какой дождик, вот. И не судьба нам поспать, короче. Но мы же не хотим воспаление легких получить. Вот, или замерзнуть, замокнуть. Вот, и мы будем ждать. Нам сказали, бабки кинут 1300 нам за смену. Мы ночи отработали. Я еще вчера хотел начать снимать наши похождения. Вернее, да, вчера, да, мы с обчаги выдвинулись. Друзья, нас там не кормили, короче. Вован 4 дня, меня 2 дня. Ну, я там 2 дня пробыл, полтора, короче. Вован 4 дня пробыл. Отвечаем. Да, ну-ка расскажу людям, чтобы они знают. Видите, чувак не хочет. Не особо привыкну, но мы его приучим, да. Ками, так, давайте, наверное, вот так сделаем. Устал я, друзья, держать. Так, что-то сюда пасается. Нет, боюсь, что падает. Ага, 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 ага. Ну, нормально. Давай так, давай. Рука не казенная. Будем на рюкзак, но сюда присобачить. Точно. Собачий рюкзак. Он на рюкзак нашу камеру. Собачий тоже. Грамма. Чё ты кайкуешь, да? Нет. Холодно, блядь. Замёрз. Пройдёт, ну, боже. Замёрз. Согласен с тобой. Мой-мой-мой год. У вас не будет сигарет. Здоровей будем, да, друзья? Мне камеру поставить. А, здесь вот это всё помешает. Нормально. Почему вот я сейчас, друзья, пытаюсь камеру нормально? Мой-мой-мой-мой-мой-мой. Мой-мой-мой-мой-мой. Я не полью. Да, это всё. У нас сигаретки не будет? Я не полью. Да. А мы полью, друзья. Мой-мой-мой-мой-мой. Мой-мой-мой-мой. Вы знаете, кто уже не поможет. Я не полью. Друзья, видите, саркалиный глаз. Всегда хорошо. Был жить, курить. Пожать есть. Пожать, пожать. Друзья, собрать или пухнуть тоже. Но девочек еще нет. Девочки на работе были. Теперь еще есть куреха. Друзья, вот так вот можно выжить в Москве. Короче, на 0 рублей. Ну, на 200 рублей это почти 0 рублей. Ну, что-то заныкался как это, скажем. Стоишь там, что-то. Как бы ничего какой-то. Аван, покажи людям, как надо кушать. Аван не разделяет мое блогерство. Он разделяет, ну, там дружбу, да. Он, может, меня как человек уважает. Но как блогер, он меня не налюбливает. Так понимаю, я как-нибудь поговорю от него бутылка, друзья, помню. Он, как-то меня заебал. На тебе. И все. И мой итог, моя карьера блогер на этом, друзья, окончится. Я вас подожду. Знаете, как кайфово покурить, пожрать? Это край вообще такой. Я, конечно, зубы себе поставлю. Вот, поставлю себе зубы. Я буду мега супер красивый, популярный. Жека-блогер, пока что. Ну, я безрубый, Жека-блогер. Вот, на мой х8 тоже там. Ну, я подозрение на рак тагарстани, как бы, вот. Это еще неизвестно, вот. На подозрение, как бы. Поэтому, друзья, если я сдох, ну, я стану как тупак шакур. Известный. Или как твой, там, не, ну, как твой, наверное, не, я не рокер, но я рэпер, больше. Тупак шакур, наверное. Вот, будь здоров, сам себе проживаю. Такой, Ганнста Стрим. Сотришечки немножко, друзья. То есть, к тому приятного аппетита. Бывает, там колбасу тебе нафигача, блядь. Такой у нас, друзья, Алко Стрим называется. Дальше. Друзья, Алко Стрим, знаете, что такое Алко Стрим? Вот, я вам потом, похоже, я почитаю. Алко Стрим, это такая вот Алко Стрим. Вот, это фигарета. Вот здесь Ютуб не заблокирует этот видос, этот стрим. Я курю, ругаюсь матом, бухаю, и кушаю, и рыгаю, и пакать на камеру начну. Короче, друзья, такая телега, такая тема. Опять таксисты, они все тут с дождиком прибывают на землю. Короче, кинули нас на вахте. Вернее, мы кинули в вахту, выехали. Вот, у меня были кое-какие, вне, а колыблю, так вот, подработки. И я вот сообразил, то, что нам стоит с Алланом все-таки так вот поработать. Сегодня нам, если бабки кинут на карту, нам причем сказали на работе, что воды, которые не кидают, не обманывают, и платят, короче, нормально. Так, что надо будет бабки, ну, по 1300, но, говорит, это уже 2600. Потом мы еще на сутки выйдем, чтобы бабла нормально. Вот самолет, кстати, друзья, самолет. Мне, хотя бы на работе девочка одна понравилась, вот, но я не знаю, она мне не подписана, но меня на это не видит. Я по молодости, друзья, любил молодых девчонок, как бы, ну, таких вот, 20, там, 16, 18, там, да, лет. Ну, когда мы еще сам мелкий был, там, 15, грубо говоря, от 15 лет мне было 15 лет, вернее. Вот, и до, сейчас скажу вам, ну, блин, да, отрицательника любил молодых. А после отрицательника понял, что весь вино, оно чем старше, тем оно ярче, да, богаче, как и так же женщина, чем у нас старше, тем оно вкуснее. Вот, поэтому сейчас я люблю женщину возраста, ну, не пенсионеры, конечно, но, ну, не, не мокрачевок, скажем так. Ну, вот таких, ну, властей не тоже красивые девушки, но уже хочется больше пообщаться. Ну, и пообщаться, и для здоровья, и для духа, как бы, не только для духа, ну, вернее, не только для здоровья, а для здоровья, и для духа, и пообщаться, и по-е-ет. Вы поняли меня? поэтому все мои подруги то кому-то 40 кому за 40 лет наверное будут после этого меня написывать напишите женщина дорогие девушки можете писать я тоже почти 40 через год будет 40 на мне многие большая на своей боже добрый день вот видите а сейчас через минут пять здесь будут мусора поверим сейчас погонится как там бухает по повезду может такое будет вы видите сколько осталось этого лена я могу вот так смотрите давно уж так не делал если так приковался хоть теперь вкус такой кисленький какой-то ганс это ганс это какой-то стиль получается рахалку нет я тебя почти откинул почти откинул видите друзья у меня еще пошли кидает лаван не нажал короче на сука жреть доедешь там добавим нам надо последний я не боюсь я доеду вот кстати я с дмитрова уехал от отрывка ты меня по-любому смотришь это мой бригадир привет тебе на подписанный я сам на себя лично подписал нажал колокольчик вместо тебя друзья ну иногда как первых подписчиков надо так добавлять подходишь короче слышишь пишите меня а что ты кто я блогер выхватываешь телефон короче вот нажимаешь на хочешь свой канал у человека учел на телефоне нажимаешь подписаться колокольчик человек просто в ауте такой не понимает ну нифига себе блогер подбежал на телефон подписался сам на себя меня подписал друзья вот так вот надо остановиться звезду ютуба оставляем не будут реальные подписчики на которых я не заставлял так вот можно конечно пошло два метра ростом мело не заставлял чтобы поделиться буты мне серьезно спеша пламбу я видел нифига себе все это мелцев это хорошо а вы смотрите вам то есть вы кушаете тоже приятного аппетита друзья просто на ту вахте короче была крыса нам дыхать позже короче у вас первый этаж жил у меня в этом короче нюдом поселок не помню название называть рядом саргачева медицинская область общага два этаж узбекистан жители таджики таджики штанга второй этаж мы русские кино россиян не поможет хотя и ссср когда мы все были россиянами как относишься ты хотел как просто ссср объединить все нации чтобы было ну или нет когда проще живут заносить а какой твой пошли такой мы пошли уже не помнили на вот друзья и короче это и они у них там парень один воровал постоянно но ты клуб слава указок не смотреть шоколадный слава богу не надо смотреть на такой вот короче друзья у них воровал деньги воровал телефон и там супермаркет что вынес короче его там откупали вот в итоге наш бригадир там на него разговаривал давал там возмещал денег чтобы ну чтоб человека не закрыли первых у него уже есть у них ему 20 небольшим лет одни не китос но в боёв а ящер я знаю ты меня на обо ящер малолетний смотришь тоже немалолетний то уже где сказать 16 лет уже 14 у руководка нас нас короче ты короче мы с ним бухали получили аванс там все бухали короче я стрим даже пытался провести не получилось кошмя короче это тварь под подрезала этот подрезала могил я поздравил заряжаться пошел отливать короче но туда лет конту раздумий по поняли куда я туалет короче возвращать телефона нет спрошу народа где она женщина кричит на маме женщины были и ребята и мужики и девчонки разными нас там возраста ему все нормально общаемся вот никита типа взял пошел куда-то вот но спускай себя друзья на первый этаж а первый этаж там все именно вот люди восточные живут как вы поняли разговаривать а второй этаж чисто русские они живут там уже есть то два года на вахте да кто пять лет не уезжает домой даже не был ни разу дома вот у них по ходу дела то что там воровал они потом не сказали то что вот она у нас вот один из этих людей короче снял его даже так он на закладывал мой телефон под лист оцинкованные стены на улице с улицы вот он эта тварь представляете этот никитос обнулил телефон на заводские настройки короче потерял все контакты кстати у меня про дмитров шорцы у меня еще были бы и вот как сейчас ролик 16 9 целое кино но это тварь мне потерла все он просто телефон вернул к заводским настройкам удалили все видео по его осталось только осталось вот я восстановил только записную книжку ну и вы там какие-то свои аккаунты в эти пароли как я не помню не помню и короче тупая поймали они его от но поняли да избили вот вручили его мне с телефоном моим вот не прослось но мне горели до 500 рублей типа мы пушкики тебе его поймали на них больше для себя сделали хорошо потому что мы никто же воровал куда месяца два или три был не первый месяц у них воровал не там ни один день не два как у меня например там одна кража да он у меня украл от 1 кража а у них и деньги воровал и все друзья так мои комнате еще у парнишки у русского пропало тысячи рублей хочу поймали его от пиздили вот потом я ему еще добавил и что вы думаете он воспользовал а кстати он меня они китался тварь знаешь почему просто меня подпоил и воспользовался когда я пошел отливать туалет просто подрезал мой мобильный вот тебя люди поймали да люди кавказцы там есть даже дагестанца они этого не любят как бы где живешь там и соревшек не надо делать вот там живешь там срать не надо это тебе никита чёрт ты чёрт ты вот и короче я добавили они вот потом на даром тебе я потом добавил добавили мне твои друзья друзьями до сих пор дёбра болят этот тварь который но крысу вот это да мне зарядил зубы короче мне видите имплантом не короче разбил все верхнюю челюстью уже прошло ну чуть меньше неделю меня опухоль спала на рам у меня вчера да уже хожу болел доходил там до таблетки рискал провести лаванта кредит вот и как бы короче потёр там все у меня все видеоролики мои которые бы новые были обмонтировал друзья которые еще не успел смонтировать и не смонтирую уже никогда для вас эти ролики со мной они многие смотрят немного людей из вас на меня смотрят но эти ролики бы может когда нибудь я даже может после своей смерти там дальше мой онкология там подтвердиться это не лечится в основном но у меня какой-то рот тупкинг смотрели да там очень для радугу снимала шорте есть там вообще она прям 16 9 широко про так на весь экран 4к на большой плазме смотреть на это короче крыса не потерла все в итоге мне повезло ну что я свой телефон забрал я дал я говорю а ко мне похуй так этот дагестанец или пятихатка телефон идти обратно возвращаю игру друг я тебе дам у меня было 700 рублей туда потратил у меня было полтора а подождите меня косарь был я триста потратился просто остался братан отец дам короче две сотки если не устраивает мусором звоню приезжают и все заводим дело на этого черта но они не любят ментов да давай давай хотя бы две сотки на этом разошлись короче этот добавил но никитос тебе хотят ну то же нас крышу не тост с ноги зубы добавил вот ты не добавил грудок минус порн болит размял мне кость спасибо вот и твои дружки да вот которые такие святые там работают на поле вида рамы на полях они меня помню то завели пойдем папы на пасаны хотят поговорить там узнать что случилось это мяку ящики ручки женя это слон близки на улице посчитали мне ребра у меня вот эта сторона вся правая она вообще у меня не мило до сих пор уже недели почти прошла и не чувствую но здесь я не знаю видно нет на ней на весь но не видно не видно фонарик на короче меня жесткая как в боевиках делали ушел я ночь ушел я там до дмитрова почти пешком вот восстановил я контакты и там вошел аккаунт не мог войти сам у меня фонар фонаровский но не опомнили как будто айфон также у конора то есть почти похоже очень то есть там сработал блокиратор при сбросе заводских на заводские настройки надо было один водить от самого телефона чтобы края логин не помнил короче мне там пришлось уже заряжать его пережить я думал все его выкину его там прям там хотел выкинуть у меня ребят вот не русские как бы убедились не выкидываем еще установишь а еще горисать макия у куплен 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 на его не продал на больше не на что снимать поэтому друзья если вы едете на вахту идите даже телефон берите даже в туалет и ванную с собой что у вас конечно денег стоит если дешевый в принципе там пофигу там да но можно взять дайте меня на я право год назад за 35 штук фонар 20 провода я сейчас он стоит 1020 магазине новый да ну все равно это моя любимая вещь меня такой же сейчас я не смогу позволить что вы меня нифига не донатите на моих стримах которых не так уж и много вот я потом шабашки искал как сейчас мы работали не смог найти нормально вот и поехал на вахту на другую другое место но там вот мы слова на познакомились лаван подойди лаван который сможет сумка стоит короче друзьям и слова ну там познакомились урок короче друзья пописать короче друзья я заезжаю в общагу сидит один мужик съехал при мне вот лаван он сидит и без посильного белья вообще спит играть у тебя даже посильного белья нет а здесь не дают игры смысле не знаю как так не дают монокурский вокзал если в компанию одну в итоге короче друзья я вот у нас в общежитии главный запас короче да я у него вот постель убивал полтора часа я пушу свой офис позвонил кто меня направил на эту работу все-таки постельный белье получил на себя получил на пацанов получил на я думаю потом слова нам его на камеру разговариваю вам более подробно расскажем короче но постель уже есть до отжать нету подавали такие маленькие контейнеры короче еды 2 волочни ел четыре дня я вот только там я там площадь работал мы в ночь работали короче друзья вы сидите на вахту приезжаете первым делом спрашиваете работяг получали они аванс вовремя и зарплату уже нормально снимала пока отключить чат я не знаю врубила или нет настройках что мне не пишите тоже короче нам как обычно скачают стрим я вот переведу другой формат побольше там какие кусочки ну оставлю беру добавлю еще до этого чувствуем и снимал парочку но беспонтовых короче вот сделаю такой винегрет и вузали перезалью перезалью сделаю вот как бы вроде бы со звуком разобрался с картинкой тоже все только качество нормальное поэтому спасибо вам за просмотр можете донатить можете какие-то комментарии писать но желательно по новому видео которое перезалью стримею перезалью футурован вернулся да я уже собираюсь собираюсь с людьми уже прощаюсь а ты куда-то ушел и вернулся не был-то короче друзья вам всем спасибо кто со мной и кто еще не со мной вам аванс спасибо авансу кто со мной сейчас вам спасибо и тут очень тяжелое дело я не спал уже вторые сутки не сплю у меня уже у меня слабость не уже хреново у меня на дурбали голова болит на немного вот и слабость такая найди поэтому я жизнь бродяги жизнь такого бомжа полу бомжа от меня родственники называют да есть какая-то романтика да он хлебушек птичкам упал а есть и партии стороны друзья темные стороны прошу ну вот так вот я подпадение все пожарать где по тебе покурить друзья так ладно я буду кушать но пожелать мне приятного птица я желаю вам если вы кушаете или вы копеек чаю пьете давайте будем на связи с вами и не забывайте подписываться сами такие вот жирные лайки те кто впервые сможет канал вызывается жека тоже не впервые смотрят вы сами знаете что делать дальше вот давайте друзья глава назвал лавана уже напрягает немного меня тоже устал думаю мы сами так немножко пообщались на сегодня достаточно я пусть я проверил настройки стрима вот поэтому вам аванс спасибо мы от вас также авансом жду лайки и комментарии давайте и минут наверное на 10 я написал и у меня телефон не срабатывает иногда когда я нажимаю на кнопку на сенсорный экран короче друзья короче человек идет и ну блин мокрый весь уставший не спал только не спал друзья видите человека заебывает youtube стрим вот меня не заебывает и вас на я тоже не заебывает короче а еще поговорю радуйся да вот как каждому своему вот не уж это прожил да вот мы идем мокрые да ну солнышко вот оно зашло тогда когда вот как раз не надо надо отойдешь сухой одежде да эти жарки тебе печет да ну вот ты вышел и ты в мокрой одежде и тебе как-то вот кайфово потому что ты идешь до этого мерз солнышко не было тут солнышко вылезло тебя в игре и да но друзья и кайфово как бы одежда испаряет влагу тебе не жарко ты не перегреваешься в то же время на тебе влажная одежда дождик руки но я о чем говорю что многие люди мечтают да вот держи инвалиды колясочники да вот так вот выбраться да гуляем до слова надо и просто тупо тупо просто вот на небо посмотреть не через окно свое да не через форточку а тупо вот с улицы но им приходится последние свои бабки друзья последние деньги отдавать который там государство даем переводит на лекарства отдавать сиделкам на платить за сиделок да чтобы те их там вывозили из подъезда какой там асфальтировать асфальтированные дорожки да вот чтобы они там посмотрели в парке покатали да там куда магазина свои свозили на чтобы они там но среди людей побыли на улице здание не в квартире не в замкнутом помещении вот а мы вот идем видишь своими ногами на сроке ноги есть мы мы с тобой самые богатые люди в мире самые счастливые люди потому что мы свободны и свобода свобода от всего вообще я не знаю друзья пишите в комментариях если я не прав вот что такое для вас свобода вот для меня свобода-то бродяжи бродя жнечество у меня поняли короче они уговариваю вот для меня это свобода вот так же вода философия бомжа скажем так да но у меня родственники пол бомжом называют не такой бомж прямо у меня есть какой жилье там дом квартира вот я не живу по сути потому что наверное я друзья ловлю кайфу тут такой жизни да как как цыган на сумках чемоданах вот и для меня мой дом особенно летом это лужайка это травинка это вот этого травинка на лужайке да это дерево по дереву птенки если жарко если холодно вышел на поляну до кайфуешь как бы на поляне там на лавочке под лавочкой где-то ну хостел то есть я уже если финанс позволяют даты можете как бы хостел позволить там покушать что-то там хорошая взять да но но цветочки да вот это все зелень да это же все друзья это все мой мой дом где-то я слышал то ли то ли павел бодрок то ли кто-то про травинку песню травинка там мой дом друзья вот так же вот это это вся красота природа дает дом этот дом вот и бомж я вам скажу по секрету самый счастливый человек летом особенно в жаркие в жаркие месяца в теплые вернее но лето поздняя весна ранее осень потому что свобода ты можешь спать где ты хочешь ночью тепло да и нам там искать подъезде забиться да ну чтоб не отморозить себе ничего но то есть дождик прошел ты пошел там вышел просов пошел там искупался в речке да там озере каком-нибудь фонтане не знаю там взял шампуньки с собой может без шампуньки то есть как бы друзья он очень много информации да вам лучше лью суток скажем вам уши но это урина она действительно действительно это это все как есть на мой взгляд если нет пишите в комментариях если я ошибаюсь но вот моя философия бомжа на это вот свобода да вот это вся от всего вообще свобода то есть даже если вы ходите на официальную работу да все рабы до системы да почему я летом выбираю подработки потому что я могу себе взять выходные друзья когда я хочу ну вот это кайп это кайфово а не работать надо на на дяденьку они скажут что сейчас на дяденьку не работаю работаю на работу когда мне хочется когда мне бабки нужны смесь какие-то деньги да или у меня нет денег но я не хочу не настроение не метод готовения у меня да я не пойду работать потому что я свободный человек я не рад я не на них каждый меня из вас поймет что копятся долги там какие-то да без там алименты те же там зарплату да и потом просто передал как вот и свободный все равно человек и я уж так лишился вежел площади своим дурацкой свободу друзья вышли мы короче на дорогу сейчас поедем в виноград пишите в комментариях человек видите скромного особо на камеру не общается про володю вот а я хочу с вами поболтать все попозже еще включу стрим еще мы с вами прямом эфире пообщаемся попробую пишите в чат кстати чат же есть смотрю я может не разобрался до конца ни одного сообщения друзья в чате нет хотя бы комментарии можете оставить